Привет, друзья! Вы на канале QQ.ru, я Андрей, и у нас обзор смартфона, полноценный, полный обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Кстати, кто-то в комментариях на эту тему стебался, я с вами согласен, хотя у Xiaomi еще не так все плохо. Есть такая замечательная компания Asus, у тех с названием еще все плохо, там может быть Asus Zenfone Max Pro M1 Max Lite. Redmi Note 6, давайте обзовем этот смартфон так. Конечно же, я взял, полноценно протестировал, сравнил Redmi Note 6 с Redmi Note 5. Потрясающее устройство, до сих пор очень актуально, если кто-то смотрит смартфончик в районе 10-12 тысяч, Redmi Note 5 для вас определенно must have фактически. Но когда я подключил обувь смартфона к Wi-Fi сети, обновил их, потестировал полноценно, то отношение к этой марке Xiaomi у меня несколько стало чуть более негативным. Если посмотрите этот обзор, то поймете, о чем я говорю. Поэтому оставьте с нами, если остаются какие-то вопросы после данного обзора, всех жду в комментариях, я обязательно на них еще отвечу. Ребята, конечно. Всем привет, друзья, я Давид. Этот обзор, конечно, большей частью про шестерочки, но, конечно же, мы подробно сравним и с пятеркой. Что касается корпусов, то Xiaomi пошла в сторону удешевления, тут даже думать нечего. Вот эти вот крышки, они у нас металлические, но на пятерке вот здесь и вот здесь пластик. Но сама вот эта окантовка, она металлическая. В шестерочке, в Pro мы получаем уже пластик. Вот это все, и включая боковые грани, к сожалению, пластиковые. С другой стороны, преемственность осталась в том плане, что Xiaomi не стали сильно уж совсем экономить. Например, их покрасный порт они также оставили. Те же выступающие камеры приблизительно одинаково, вот из корпуса в верхнем, получается, левом углу. Тот же сканер отпечатка пальцев на спинке устройства. Те же самые кнопки включения и выключения с правой стороны. Лоточки, слот совмещенный, либо две сим-карты, либо вместо второй карту памяти. Но они теперь местами их чуть-чуть поменяли. И тот же самый один динамик. Стереозвука здесь нет. Здесь microUSB, конечно, я бы Type-C предпочел, но, к сожалению, разъем для наушников у пятерки снизу, у шестерки сверху. Если вы спросите, какой лучше звучит, мы тестировали, звучат одинаково. Здесь один и тот же процессор, поэтому качество звука в обоих неплохое. И сверху у нас дополнительные микрофоны для обоих телефонов. Переходим к лицевой панели. Вы, может быть, любите вырезы, моноброви, так называемые. В шестерке про она появилась. Ее, конечно, можно скрыть, но в пятерке ее не было. И в пятерочке рамочки по краям были видны. Здесь же их на черном совершенно не видно. И отмечу, в комплекте Xiaomi молодцы. Белый бампер идет в комплекте, у черного черный. Про внешние различия рассказал Давид. Поехали про экраны. Экран у Redmi Note 6 получил ощутимые изменения. Теперь это диагональ 6,3 дюйма, вырез, но разрешение все так же Full HD. Экран очень даже хороший. В более высоком ценном диапазоне экран смотрелся бы к месту. Хорошая цветопередача, даже на солнце, картинка остается считаема. Само собой используется здесь закаленное стекло и олефобное покрытие. Поэтому впечатления от экрана остаются очень-очень позитивные. Если сравнивать данный экран с Redmi Note 5, то здесь уже, конечно, отличий достаточно много. В Redmi Note 5 стоит меньше дисплей без выреза на 6 дюймов. Если с экраном Redmi Note 6 все понятно, то вот когда начинаешь сравнивать его с экраном Redmi Note 5, тут уже не все так очевидно. Во-первых, вырез, да, понятно, многих он будет бесить. Картинка все-таки на Redmi Note 5 какая-то более блеклая. Она действительно такая. Я зашел на одинаковые сайты, открыл одинаковые обои Xiaomi. Как будто вот Redmi Note 5 экранчик похуже. Потом я запускаю видео какое-то другое, более активное, и картинка оказывается приятнее на Redmi Note 5. Я не могу однозначно в итоге сказать, какой из этих экранов лучше. Равенство по качеству экранов. Но, конечно, более эффектно смотрятся экраны Redmi Note 6. Единственное, что отмечу, бровь очень криво обрабатывается и отрезается кривовато. Блин, да закройся ты сяомирский браузер. Блин, по процессорам тут абсолютно одинаковый процессор. Qualcomm Snapdragon 636. Середнячок, середняк процессора. От него мы многого не требуем. Видеопроцессор Adreno. Это дает нам стабильность в работе телефона. Это мощь при загрузках. С другой стороны, не стоит ждать каких-то чудес. И как игровой телефон, конечно, наверное, советовать его только с натяжкой можно. Потому что на максимальных настройках в игр вы, конечно, не поиграете. Ну и опять же, нужно понимать, что телефоны относительно недорогие. Даже шестерка на старте продаж стоит не самых больших денег. Драконы, Snapdragon, дракон, всегда хорошо. Камеры в Redmi Note 6 тоже претерпели некоторые изменения по сравнению с предыдущим поколением. В первую очередь, это касается селфи-камер. Селфи-камера здесь уже двойная. 20 мегапикселей плюс 2 мегапикселя, что позволяет вам делать квадратные себяшечки. Селфи-камеры придираться я не буду. Действительно, хорошая камера, хорошая детализация, куча вот этих различных фишечек, благодаря второй камере. Вопросов нету. Оставляю камера 12 мегапикселей плюс 5 мегапикселей. Это одна из лучших камер, которую вы можете найти в данном ценном диапазоне. По сути, это тот же самый модуль, что и в случае с Redmi Note 5. Одинаковые камеры в одовых устройствах технически. Redmi Note 6 снимает хорошо. Хорошие цвета, хорошая детализация. В смартфон можно перепутаться с каким-нибудь флагманом. Единственное, что флагманы уже приукрашивать умеют. Есть, кстати, искусственный интеллект, и он действительно делает картинку сочнее и красивее. Да и ночью Redmi Note 6 тоже снимает достаточно сносно. И на самом деле, меня это приятно удивило. Когда начинаешь сравнивать камеры Redmi Note 6 с Redmi Note 5, по селфи камеры понятно. В Redmi Note 6 к селфи камере лучше, тут как-то вопросов нет. Основные камеры в этих телефонах технически одинаковые. Абсолютно одинаковые модули на 12 плюс 5 мегапикселей, двойные камеры, те же самые производители, это Samsung. Redmi Note 5, когда вышел, он был, ну и в принципе сейчас остается одним из лучших устройств, которые вот за небольшие деньги отлично снимают. Причем это касается как фото, так и видео. Когда я пришел домой и обновил Redmi Note 5 до MIUI 10, этот смартфон стал снимать сильно хуже. Я зашел на форум, я пообщался с другими людьми, у которых Redmi Note 5. У всех такой результат. Таким образом мы получаем, что когда вышел Redmi Note 6, Xiaomi обновила камеры в Redmi Note 5 точно такую же камеру. Обновила таким образом, чтобы камера в Redmi Note 5 стала хуже, чем в Redmi Note 6. Такими фишками с прошивками балуются не только Xiaomi в современных реалиях, еще давно балуются Apple, давно балуются Samsung, которые перед выходом новых устройств обновляют предыдущие модельки, и те становятся внезапно меньше жить, хуже снимать и таким образом дополнительно стимулируют пользователей купить новое устройство. Да, 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 а не, 8.1, да. И об оболочках. Тут, как ни странно, пятерка обновилась уже, появилась MIUI 10. А здесь пока еще девятка, но обязательно прилетит и сюда. Оболочку они во многом скопировали с Ayo. Вот эти вот все вот громкости, кнопочки. Но с другой стороны не стали они сильно перерабатывать. Да, появились какие-то вещи там, например, красиво закрываешь, настроечки крутятся, громкость упоминал. Но какого-то такого сильно глобального, вот я человек, который сам пользуюсь Xiaomi уже несколько лет, не найду. Тот же экран, обои, темы, звук, вибрация, все как-то более-менее стандартно осталось, кроме некоторых фишек внешнего вида. Ну и, конечно, покопаться углубленно они тоже по мелочам изменили. Но не могу сказать, что прям небо и земля стало. И до этого оболочки были хорошие. Оболочка довольно-таки гибкая, можно настроить под себя телефон по разным параметрам. Единственное, чего вы пока не сделаете, только рабочие столы будут. Зато вы можете сделать запись телефонных разговоров по умолчанию. Вы можете поменять местами кнопочки. Можете сделать управление. Опять же, отсылка к iOS идет, как ни крути. Свайп, например, снизу вверх, закрытие приложений. Свайп от экрана от краев к центру, шаг назад. Есть индикатор уведомления о пропущенных вызовах. Есть защищенные папки. Много всего. Вот оболочка от MIO одна из самых гибких, несмотря на некоторые ограничения. Под себя настроить точно сможете. Ребят, я не хейтер Xiaomi. За время работы Redmi Note 6 отвечает батарейка на 4000 мА. И при достаточно активном использовании будет хватать вам где-то дня на полтора, что результат очень-очень даже достойный. И заряжать все это можете через microUSB. Заряжается полностью смартфон где-то за два с половиной часа. Это тоже показатель неплохой. В реальных тестах у меня получил следующий результат. Redmi Note 5 крутит видео где-то порядка восьми часов. Redmi Note 6 крутит видео где-то порядка шести с половиной-семи. Разница такая небольшая. В активном использовании этих смартфонов, например, играть, вот смотреть те же самые какие-то сложные видосики, Redmi Note 6 несколько сильнее нагревается. И несколько быстрее, активнее разряжается, чем Redmi Note 5. Может быть это проблемы прошивки. Тем не менее показатели автономности у смартфона очень и очень достойные. И на самом деле плюс-минус между Redmi Note 5 и Redmi Note 6 в повседневном использовании можно поставить знак равенства. Что учитывая большой экран, определенный плюс. Короче, я вывод. Шестерка при том же самом процессоре, мне кажется, с трудом конкурирует с пятеркой. Оставить тот же самый процессор – странный маркетинговый ход. Да, экран стал чуть больше, но появилась монобровь, выбор за вами. Определенно удачное устройство. Отличный дисплей, приличная автономность, хорошая производительность, очень неплохие камеры. Пожалуй, главное, что меня разочаровало, это то, что, ну, менее комфортно пользоваться, чем пятерочкой. Во всем остальном смартфон оставил приятное впечатление. Типичный Xiaomi, не очень дорогой, но очень производительный и очень даже достойный. Цены на эти телефоны смотрите по ссылке под этим видео. Ну и, пожалуй, на этом все. Если остались какие-то вопросы или с чем-то не согласны, жду всех в комментариях под видео. А мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания. Впереди, как всегда, много обзоров на новые телефоны. Счастливо! С вами был Андрей, QC.ru. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok